Друзья мои, всем салют, это я Романыч И я наконец-таки приехал за пати-боксом от Hisense От производителя телевизоров, от производителя сплит-системы Вот так в принципе мы с вами знаем Hisense Но то, что они делают колонки, так еще и пати-боксы Это вообще для меня было открытие И узнал я это все благодаря своему телеграм-каналу Под каким-то из постов еще весной этого года Всю эту историю мы обсуждали по поводу новинок Что выходит и вот один из подписчиков Если смотришь, огромное тебе спасибо Говорит, что типа Романыч, про тесте Вот есть интересная малышка от Hisense Hisense делает в целом качественную технику У меня по крайней мере вопросов нет С другой стороны, у меня и нет техники Hisense Я вот так вот в целом смотрю Что-то как-то особо кому-то техника-то и не нужна Тишина просто в этом оранжевом магазине Касса одна работает Ну вообще вот вы видите, да, он огромный И пункты выдачи, точнее окна всего лишь два работают Кризисные времена Ну вот примерно как-то так и выхожу Главное, ни о какой грибок не споткнуться Короче Весит точно не меньше Весит точно не меньше И кстати В этом оранжевом магазине Ну вот, блять, логотипы видите, господи Потом скажешь, что это реклама Сейчас остановлюсь В этом оранжевом магазине Цена была самая адекватная 29,990 Везде сейчас уже ближе цена улетела К 34,5 тысячам рублей Я думаю, что и здесь сейчас в ближайшее время улетит Но пока в наличии Еще во всех городах есть Хотя у нас это была последняя, как я понял Потому что сейчас заходишь, типа и в наличии нет Может привезут Может сейчас они сплетсистемами заняты И телевизорами им некогда Сейчас накрепают, наверное, и подвезут Прошло две недели с того момента, как я все это дело приобрел Даже, наверное, чуть больше За это время она успела подорожать Я вот реально в последний вагон запрыгнул 30 тысяч рублей стоило Как только купил Это не из-за меня, это из-за курса доллара, чтобы вы понимали Как только купил Буквально два или три дня проходит И я смотрю, что Здравствуйте 39,990 рублей То есть ровно на десятку подняли Курс вроде бы не настолько просил, чтобы на десятку поднимать Но сплетсистемщики подумали, что А, чем черт не шутят И пожалуйста, вот за сороковку Теперь вот и вопрос, на самом деле, да Обзор-то мы по-любому сделаем Все это интересно Но пати бокс Блин, 110-й Конкурент прямой этой колонки Можно тоже уже за 40 тысяч рублей где-то найти Спокойно рассматривай И получается таким образом Если раньше был запас десятка Сейчас они в целом сегменте Плюс-минус абсолютно равны Значит, давайте По распаковке пройдемся Ну, в целом вы видите, что я уже эту малышечку достал Че, наклеечку вот эту вот убрать Окей, или не убирать Давайте быстренько по спекам тогда пройдемся Пока не отклеил Значит, 300 ватт выдает Есть такой момент Есть беспроводная зарядка Я вам покажу Не колонки, а ваших девайсов До 15 часов играет Пять диджеевских эффектов на борту Че еще у нас? Пять режимов подсветки IPX4 Есть возможность заряжать От 12-ти вольтовой зарядки Точно так же, как заряжался Помните, кто это был? Джибель Пати Бокс 300 У него еще Вот эта вот 12-ти вольтовая зарядка От прикуривателя шла в комплекте Здесь не идет, кстати, комплект Че, интересно Че еще? Очень прикольная фишка Но, с другой стороны, и странная Наверное, правильно так сказать Vocal Fader Ну и, собственно говоря Наверное, на этом можно и остановиться Ну, гитару можно подключить Bluetooth 5.0 И... Че она вообще? Спаривание поддерживает То есть две такие малышки Можно соединить во-едино По комплекту Ну, собственно говоря У нас вот всего лишь Что было AC кабель Все, больше ничего в комплекте Не шло дополнительно Ну, как бы стандартный AC кабель Ну и все это дело Вот в такой вот коробке Вы прекрасно видели Здесь, как бы, ничего нового Можно ее смело Отставлять в сторону Значит, по самой малышке По материалам корпуса Слушайте, все хорошо На уровне, я бы сказал Наверное, пати бокса В первых поколениях То есть вот трехсотка Залетает сюда Сотка первая Вот все сюда залетает По материалам Очень и очень похоже Есть небольшие Вот такие вот ножички С левой стороны Есть они с правой стороны То есть ее можно И горизонтально И вертикально эксплуатировать Есть вот такие вот Странные вырезы Опять же, да Как бы, ну, симметрию Пытались сделать Но непонятно, для чего Этот вырез Может быть, и с ним бы Смотрелось Больно как-то Цельно Фазоинвертор На месте Фазоинвертор Неплох Кулак, конечно, не пролазит Да, стандартный наш тест Не пролазит Но он такой прям Уверенный Здесь фазоинвертор Питается С обратной стороны AC кабель Снизу все сделали хорошо Значит Блок управления Нет, дальше Точнее не управление Здесь Периферийный блок Правильно сказать Вот она Та самая зарядка Автомобильная То есть от 12 вольт Спокойно заряжается Осталось вам такой кабель Прикупить Я, насколько знаю Что они продаются Эти кабели От прикуривателя Получается на DC Должен этот кабель идти Значит Полноценный выход USB Отсюда же вы можете Питать ваши девайсы Регулируется здесь Эхо Регулируется громкость Микрофона Ну и соответственно Гитары Захотели TVS Спарить Ну тоже не проблема Нажали на эту клавишу На другой колонке Тоже нажали на эту клавишу Единственная теперь проблема Чтобы сделать вам TVS Раньше надо было 60 тысяч рублей в кармане Сейчас 80 тысяч рублей в кармане И тогда у вас получает TVS Нихера себе Здесь уже можно рассматривать Да Какую-нибудь JBL Partybox 310 К примеру Удобно ли ее переносить? Что здесь можно сказать? На самом деле Никакого дискомфорта Не ощутил Ручки удобные Руки не режет Резиновые проставки Тоже имеются Короче Да вот В целом Наверное Если подытоживать Ее Внешний вид Ее Материалы То я так скажу Что Это наверное Один из лучших Аналогов Partybox За все время Моих обзоров Прям железно Это вот прям Сделано На совесть Сделано прям хорошо Дорого-богато Я бы так сказал Это прям Очень близко к Partybox Или даже Будет наравне Металлическая решетка Впереди нас с вами встречает Здесь шильдик Hisense И лишний Кстати не особо сильно понравилось Лицевая сторона На кондер похоже Ну в смысле Что отсылка К Hisense Ну что за кондер Сделали Ну блин Здесь на самом деле На вкус и цвет Может она еще с подсветкой не видела А она еще не видела с подсветкой Давайте все это дело включим Включается очень громко Очень громко И вырубается громко То есть нет-нет Ты про нее забываешь Что она у тебя включена Ты послушал музыку там Например И занялся своими делами И после этого Ты подпрыгиваешь Со стула Потому что Она очень громко Выключается Подсветка Давайте пройдемся По режимам Здесь на самом деле Как нам с вами обещали Пять их Присутствует Да Круговой Вот такого плана Круги есть Перетекающий Спирали Ну типичный Опять же Джибелевский Когда спирали Накручиваются Постоянно И вот есть Такое Прям Ооо, вот это прям очень круто, да? Особенно синий такой фиолетовый. Вот это вот прям по-пати-боксовски. Это хорошо. Подсвечиваются и твиттеры. Их здесь два. И, соответственно, два основных динамика. И еще есть здесь по стробоскопчику. Один вот с этой стороны, другой с этой. Они такие достаточно крупные, уверенные, хорошие стробоскопчики. Здесь не подкопаешься. Единственный нюанс, что я все-таки ожидал, что они соединят. Да, хотелось бы, да, чтобы они эту восьмерку сделали, как делают на пати-боксах. 110-х там, на чем еще? На 710-е сейчас делают. Но извините, извините, все-таки это же Hysense. Блок управления. Здесь на самом деле китайцы нас пытались покорить беспроводной зарядкой. Действительно, ничего подобного у других производителей не видел. Здесь есть пустующая область. Почему бы ее не занять беспроводной зарядкой? Пожалуйста, да, кладете свой девайс, который поддерживает беспроводную зарядку. Все, зарядочка пошла. Samsung Galaxy S23 заряжается. Все хорошо. Ну и, собственно говоря, и айфоны сюда можно положить, короче. Все, что хотите. И наушники свои айповские беспроводные. Пришли к кому-нибудь на пати, положили на колонку. Все у вас заряжается. Классно. Значит, клавиши громкости. Значит, качелька громкости. Управление подсветкой. Диджеевские эффекты. Это вот эти всевозможные барабаны, аплодисменты. Ничего здесь, сразу говорю, нет замысловатого и интересного. Но, в целом, побаловаться можно. Vocal Fader. Очень интересно переделывает вокал. Хотелось бы сказать, что он его улучшает. Но, на самом деле, нихера подобного. Чего-то, на самом деле, как-то прям странно работает эта вся тема. Мне она не зашла. Я ее очень редко пользовался. Есть возможность у нас поставить на паузу. Переключать треки. Бас можете активировать. То есть, клавиша Bass Boost, так называемая. Есть эквалайзер. Здесь, по-моему, около пяти или шести пресетов. Ну и индикация заряда. Здесь у нас получается пять делений. Че там, в данный момент? На три деления она заряжена. Есть выемка под планшет. Ну и на этом, наверное, вообще стоит заканчивать. Все. Давайте приступать к тестам. И к сравнению с PartyBox 110. Вот это вот вообще Кайсенс не отвертится здесь. Кайсенс не отвертится здесь. Передавливает по басу. И это было замечено мной вот на протяжении этих двух недель, пока я ее тестировал. И сейчас на тестах я могу абсолютно то же самое сказать. Попробовал я, значит, убрать басец на одной из композиций сейчас. Да, лучше чуть ситуация. Но на самом деле все равно, конечно, все остальное на фоне баса западает. Давайте смотреть дальше. Только, 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 только Этого мало Только, только, только Только, только, только ЭТОГО МАЛО Субтитры сделал DimaTorzok Знаете, что больше всего порадовало? Что у Hisense, мать его, свой собственный путь Я ожидал, что это будет похоже на JBL Это будет похоже на его конкурентов в виде там вайпов всех возможных Саундмаксов, что у нас там еще продается Электроников, хоть я их и не тестил Но это Hisense Ничего подобного, вот по стилистике звучания Из пати-боксов я не встречал Вот серьезно я вам могу сказать Это на Fierro не похоже, это на Sven не похоже Короче, на всех это не похоже Чем так она интересна? Дело в том, что здесь басец Наверное, самый плотный, который я слышал там вот в этом форм-факторе Я не буду сейчас называть стоимость Потому что она вот недавно стоила 30 тысяч рублей Сейчас 40 тысяч рублей, ладно, хер с ним Отставили стоимость Вот в этом форм-факторе это самый плотный басец Наваристый, что просто ложка стоит Реально ложка стоит Здесь такой панч идет Как она накачивает И, кстати, важно, что все это дело максимально раскрывается Я сейчас говорю не только про бас, а вообще в целом про звучание Именно от сети Вот где-то примерно на половине тестов Мы включили ее в сеть И тогда, конечно, началась жара Прям такая Хорошая, прям такая откровенная Субтитры делал DimaTorzok Без включения в сеть Середина вот завалена Чуть-чуть подзавалена Не хватает этой серединке открытости Не хватает вокала этому открытости Но когда подключаешь в сеть На самом деле ситуация меняется В положительную сторону И здесь мы с вами уже находим Некоторый баланс Касаемо мощности Слушайте Прям-таки показывает себя То, что надо Конечно, мы сейчас не берем В расчет эти 300 ватт На заборе писали И на Хайсенсе коробке Тоже писали эти 300 ватт Нет их, разумеется Даже в сеть ты подключаешь Никаких здесь 300 ватт нет Кстати, на секундочку Если мы с вами заходим В обширные спеки На сайте То потребляемая мощность Этого Пати Рок Как он? Пати Ван Рокер Блин Короче Потребляемая мощность 80 ватт То есть, если вот отсюда Как бы отходить Да, 80 ватт он потребляет Если мы все это с вами включаем Вот Поэтому Здесь не приходится нам Рассчитывать Ни на какие-то 300 Но Сравнивая со 110 Забегая вперед Я вам скажу, что Играет мощнее Причем И от собственного Аккума Мне кажется Чуть помощнее И когда в сеть включаешь Чуть помощнее Это неразительно Ну вот Какая-то разница Есть Можно ее уловить Давайте сравнивать Со 110 Иначе этот обзор Как бы будет неполноценен Чтобы понять Что к чему Нужно вот прям в лоб Сейчас будет живой звук На Samsung Galaxy S23 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Судим все Но я вам все-таки Обязан показать Эквалайзер Джаз Самбо Вот это меня конкретно удивило Поп Баланс И рок То есть здесь Пять режимчиков И самое Наверное Вот что я постоянно Юзал Это Самбо Как ни странно Прям Прикольно звучит Поп В меньшей степени Рок Вот да Вот наверное Самбо и рок Это самое у меня было популярное Баланс Кстати Вот я уже Вот здесь на тестах Прям такие Подроскрыл Для себя Тоже хороший режимчик На самом деле Можете и баланс поставить Что касается Батла нашего Вот здесь вот Такого Экспресс Я вам скажу Что Хайсенс Просто Ни разу не ударил В грязь лицо То есть Чтоб вы понимали Он выходит Против Головаря Банды Которые уже давно Здесь делают Колонки То есть Типа Ну Очень хорошо Джибель себя чувствует И пати боксы И он реально Ему навязывает борьбу Причем Что вот вообще Прям спокойно Навязывает Я вам даже больше скажу В плане середины По крайней мере От собственных аккумов Хайсенс будет лучше То есть У него вот это вот Не западает У него поувереннее Будет середина Да Понятно Стоит сразу отметить Что У Джибельки У пати бокса Есть своя Стилистика Звучания Есть свой Вот этот вот Цимус У него чуть-чуть Поострее инструменты У него детализация В басе Лучше У него вот это вот Слоистость Звучание Помните Как я вам говорил То есть Если Хайсенс Он вот такой вот Сбитый весь То вот здесь Вот это вот На слои Раскладывается У пати бокса Но при всем При этом Это не мешает Хайсенсу Я вас уверяю Многим из вас Именно С Хайсенса Понравится звук Потому что Он вот прям Вот этот панч Просто лютый Как я вам и говорил Что от собственного Акума Хайсенс По басу По плотноте По наваристости Переигрывает Пати бокс 110 Переигрывает Реально Значит Я за кадром Еще Сравнивал их От сети То есть Обе колонки Подключал в сеть И сравнивал Здесь я вам скажу Что они Прям таки Опять же Бровь в бровь Но Опять же Стилистика Звучания Разная Детали Больше Точно так же Как и от Акума У пати бокса 110 Серединка Здесь уже Немножечко Так нивелируется Они становятся Одинаковые Посередине Потому что Пати бокс 110 Реально Требуется Подключение В сеть Чтобы у него Вот этот вот Баланс был Ну и Что касается Благородности Звучания Ну здесь Все таки Наверное Даже от сети Будет Опять же У пати бокса Преимущество Вот наверное Это самое главное Что нужно уяснить Для Рейвов Для вечеринок Для каких нибудь Пати Реально Хайсенс Вот реально Хайсенс Прям смело Можете брать Он на все 100 устроит Если хотите Поиграться с эквалайзером Понажимать Вот на эти кнопки Потыкать Которые реально Работают Я не могу сказать Что они прям Вообще С ног на голову Все переворачивают Но они работают Вот если хотите Потыкать в эти кнопки То тоже Хайсенс А если у вас Уже есть Пати бокс 110 То нахер В принципе Вам что-то надо Здесь Какие хайсенсы Просто имейте ввиду Что у вас до сих пор Хорошая колонка То есть в целом Наверное Про хайсенс Я бы сказал следующее Что Они первый раз Зашли на это поле Оно еще реально Ими ни разу Не пахалось И они делают Малышку Которая реально Конкурентоспособная У нее есть Свой стилек Который возможно Там владельцам Джибель Пати боксов Не до конца Зайдет Но при всем При этом Она вообще Ни разу Не серая мышь Вообще ни разу И по материалам Здесь все хорошо И здесь у нас Хороший аккум Кстати Выдает даже Мне кажется Чуть больше Чем пати бокс Здесь у нас И мощности Чуть-чуть Будет побольше Подсветка Вы посмотрите Просто зацените Всю эту историю Ну реально Слушайте У китайцев Получилось Прям вот хорошо Кто урвал ее Я где-то видел Кстати в отзывах Кто-то ее урвал Там за 25 тысяч рублей Что ли Или что-то такое Я просто похлопаю Серьезно Вот такой вот у нас Сегодня получился Видос Я надеюсь Что наконец-таки Этот вопрос закрыт Я вас удовлетворил Много просили Этот Хайсон Заказать Сделать обзор Я последний вагон Успел запрыгнуть Сделал обзор И купил за адекватную цену Если хотите Забрать эту малышечку То не забывайте Что у меня есть Собственный Телеграм-канал Хайсон Собственная барахолка Она В запрещенной Социальной сети Нельзя грамм Как его там сейчас называют Ну и собственно говоря Она есть и в ВК-шечке В отечественной Там Все я продаю уже После обзоров И как раз таки Этот Хайсон Будет не исключение Он прям туда Прямиком полетит Потому что Надеюсь Все вопросы закрыты У меня уже все У меня блять Уже скоро Спать негде будет Поэтому все это В барахолочку будет уходить Но пати бокс Еще не списываем На этом сегодня и все Пишите ваше мнение В комментариях Очень интересно будет почитать Подписывайтесь на канал Кто еще не подписан Вас впереди ждет Еще много всего интересного Все давайте красавцы Пока А и треки скидывайте Для следующих тестов Мы доберемся Когда в соло Что-то будем тестировать Доберемся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok